Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Со своим мужем вы три года. Здесь, Марина, у меня к вам запрос. Если вы по своим мужем три года, то насколько хорошие, успешные, адекватные отношения между вами вообще? Ну, вообще, насколько вы в согласии, насколько вы понимаете друг друга, насколько вы близки, были ли у вас какие-либо ссоры, проблемы в отношениях? До этой вот ситуации, которая произошла с вами. Ну, вот до этой ситуации, которая случилась. Были ли у вас какие-то проблемы или нет? Потому что, ну, во-первых, если у мужчины есть дети от первого брака, то это, как минимум, означает, что у него незавершенные отношения. Или отношения неудавшиеся. То есть, у вашего мужчины есть неудавшиеся отношения, а, значит, ну, со своей женой бывшей. Вот. Значит, которые не удались по какой-либо, какой-то причине. То есть, эта причина требует выявления. Обязательно. Обязательно. Потому что, если ее не выявить, то могут быть проблемы и вот то, что вы... Ну, то, с чем вы столкнулись вот сейчас, да, вот, то, с чем вы обратились к нам, об этом и говорит. Что те проблемы дали я себе знать у мужа. Либо незавершенные его отношения с женой. Либо какие-то черты его характера. Либо какие-то проблемы. Ну, у него, у него какие-то проблемы, да. Вот. То есть, я этого, конечно, не знаю. Это вам нужно смотреть и как-то разбираться. Это вместе с психологом нужно выяснять. Вот. Дальше. Значит, есть дети от первого брака, он там не живет 18 лет. То есть, ну, во-первых, где там не живет, как вы говорите, 18 лет. А где там-то, где там-то не живет ваш муж? Где именно? Вот. Не очень понятно. Понимаете? Вот. То есть, если он, если он не живет там вот с бывшей женой, 18 лет, то это, конечно, довольно большой. Но не живет он ладно. Что не живет, это понятно. А взаимодействует как? Далее. С дочкой я общался нормально. Я так понимаю, вы говорите про его дочь, да? Я так понимаю, что вы говорите про дочь вашего мужа от первого брака. Вот. А нормально это как? Вот вы говорите, нормально общалась. Нормально это как? То есть, ну, вот, не очень понятно. Тоже. То есть, если вы нормально общались с дочерью, ну, хорошо. Хорошо. Общались нормально. И что это должно было значить? Ну, для нас, для мужа вашего и так далее. Вы же для чего-то это написали, да? Что вы с дочерью нормально общались? Вы же для чего-то нам это отдали? Вот. Или вы что, просто оправдываетесь перед нами? Как бы, говоря, что вот я ничего не делал, а вот я ни в чем не виноват, да? А он вот так поступил. Но это, к сожалению, в некоторой степени дерзкая позиция. Вот. Потому что, вне зависимости от того, поступали ли вы как-то правильно или поступали ли вы как-то неправильно, произошло то, что произошло. Далее. Значит, в этом году у нас сватанье. Кого с кем, непонятно. Он притащил свою бывшую жену. То есть, он притащил. Ну, вы понимаете, как бы, отдавая себе отсчет в том, что вам неприятно, что ваш муж привел бывшую жену к вам домой, все-таки притащил говорить как-то обесценивающим. Ну, по отношению к человеку. То есть, если сватанье, если сваталась его дочь, как я понял, если действительно сваталась именно его дочь, то нет ничего удивительного в том, что он привел свою жену. Это, ну, может быть, не то, чтобы хорошее, адекватное поведение, но это поведение объяснимое. То есть, дочь хотела, чтобы на ее сватанье, там, например, были ее родители, там и так далее. Можно это понять? Это вопрос к вам, на самом деле. Можно это понять или нет? Это вопрос исключительных к вам только. Вот. То есть, когда вы говорите, что, значит, притащил свою жену, вы уже относитесь к ней обесценивающим враждебным. Как бы. При этом муж восемнадцать лет, восемнадцать лет. Как бы с ней, да, ну, не живет уже восемнадцать лет. Ну, о чем это же это говорит? Правильно? Ну, я надеюсь, вам это о чем это говорит, хотя бы. Далее. Значит, и она готовила на моей кухне. А мне сказал остаться дома, у меня есть свой дом. На свадьбу я тоже не попал. Ну, здесь, знаете, как бы если муж, если вы, непонятно, во-первых, что значит, что значит она готовила на вашей кухне, если у вас есть свой дом. Вот, знаете, не ясно. Ваша кухня это в вашем доме. Как бы. Ваша кухня это та кухня, где вы хозяйка. Смотрите, какая штука. Смотрите, какая штука. Если вы не хозяйка на кухне, где вы с мужем живете, если вы не хозяйка там, то значит, возникает вообще вопрос, тогда насколько вы, своему мужу там дороги, насколько он вас ценит. И, как бы, ну, я не думаю, что это первое проявление его такого вот отношения к вам, как бы, ну, отодвигающего на, ну, на задний план, на вторичный план. И если это происходит, значит, вы, вы позволяете, видимо, этому происходить? А если вы позволяете этому происходить, то зачем? Почему? Почему вы позволяете этому происходить? Что заставляет вас позволять этому происходить? Ну, какие вот у вас конкретно мотивы позволять этому происходить снова и снова, например, знаете, какая штука, вот, муж, он делает выбор, знаете, у мужа есть выбор, он этот выбор делает, вот у него выбор такой, что вот я хочу, чтобы тебя не было на, там, свадьбе моей дочери, допустим, у него такой выбор, это его выбор. Позвольте ему с этим выбором как бы жить, но сами, сами сделайте другой выбор, свой. Далее, на все мои вопросы говорил, что делал как лучше, лучше для кого, может быть, для дочери он делал как лучше, может быть, но он явно, вы знаете, он явно не делал это как лучше для вас. Вот явно, прямо, он явно не делал это как лучше для вас. И как бы вопрос, вопрос, на мой взгляд, да, заключается в том, как он вообще для кого старался-то? для вас или для, там, ну, или для дочери? А может вообще для жены своей старался? Так, понимаете, для кого лучше? Понимаете, какая штука? А, непонятно. Для кого лучше? Для кого, кому, кому лучше? Понимаете? Вот. То есть, что именно ваша шмуть говорит вам? Но чем он вам это говорит? Понимаете? Вот. Далее, значит, я не понимаю такого отношения, а он говорит, что я просто себя накручиваю и не даю ему спокойно жить. Ну, хорошо. Что именно вам непонятно в его отношении к вам? Давайте вот так. Что вам непонятно? Вот именно вам, конкретно, что непонятно? Почему он так поступил? Потому что вы, вероятнее всего, недостаточно ценностно к себе относите. Потому что вы, вероятнее всего, недостаточно себя цените. Потому что вы позволяете мужчине так к себе относиться. Потому что вы, вероятнее всего, боитесь человека потерять. Боитесь его потерять. Именно поэтому мужчина так себя с вами и ведет. Он знает, что вы никуда не денетесь. Он знает, что вы никуда от него не уйдете. И с вами можно делать все, что хочет. Ну, то есть он делает все, что ему хочет. Вот так вот. Скажем. Вот и все. Что? А почему вы себя не цените? Почему вы себя не уважаете? Это вопрос уже больше к вам нет или чем к Музе. У Музе, смотрите, у Музе свои интересы. У Музе, смотрите, у него свои как бы цели. Да. У Музе, смотрите, у него свой план. Которым вам отведено определенное место. Но не Музе менять. Не у него добиваться какого-то признания, там, объяснений и так далее. Потому что вам эти объяснения все равно ничего не дадут. Вас они эти объяснения не удовлетворят. Понимаете? Вот. А в свою позицию тогда порой. Что мой муж не будет приводить свою бывшую жену, да, на какое-либо мероприятие, да, без меня. Вот. Ну, не будет. Не должен. А если он это делает, то значит вопрос. Тогда он меня ценит. Если он меня не ценит, тогда что я с ним делаю? Зачем я тогда с ним в отношениях нахожусь? Для чего? С какой целью? Понимаете? Вот это и нужно вам для себя понять. Сможете понять, что тянет на свои места. Пока у вас позиция, к сожалению, вот такая, что я не понимаю отношения. Муж мне вот говорит, муж такой плохой. Он не муж плохой. Он взрослый. Его нужно принять. И вы не плакаете. Просто вам нужна более четкая позиция по своей проблеме. по своей проблематике. Вообще, по любой ситуации. В целом. Вам нужна позиция, в которой бы вы не зависели от, ну, других людей. В частности, от своего мужа, например. А вот что мешает вам такую позицию иметь, например. Это тоже вопрос. И вопрос довольно серьезный. На этом все. Надеюсь, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.